Здравствуйте, мои любимые, дорогие, мною все обожаемые! Снова жду вас на свой онлайн-расклад, мои хорошие. Тема сегодня у нас – его мысли, чувства, действия. Но сначала я хочу вас пригласить к себе в телеграм-канал Яна Гюрера Чат и Яна Гюрер Медиум. Да, я медиум, я работаю с духами и с умершими. У вас есть ко мне вопросы? Пишите, всегда отвечу. Если вы хотите лично у меня погадать, обращайте за платной консультацией в WhatsApp. Номер телефона вы видите на экране, он также есть под видео. Я принимаю всегда только лично по видеозвонку. Ну что, красотульки, мои девочки любимые, новый расклад тема сегодня, да. Мысли, чувства, действия. Что, наливаем? Наливаем чай, кофе и сейчас потанцуем. Самое главное – не забудьте еще пристегнуться. Итак. Итак, и так, и так, и так. Ну что, поехали. Все, загадали? Можно начинать? Угу. Итак, кто он? Кто ваш мужчина сейчас, на данный момент? Отлично. Давайте посмотрим вас. Кто вы сейчас, на данный момент? Так, какие... Нет, какие... Да, какие между вами сейчас чувства? Какие между вами сейчас чувства? Мир у него, девочки, с миром он. Вы его с миром отправили, да? Куда-нибудь с миром? Иди ты с миром, наверное, так сказали, да? Ну, может быть, он находится от вас на расстоянии. Может быть, с утра до вечера сидит в интернете. Ну, работает, например. Может быть, как бы у него уже такой период, что-то уже, ну, что-то уже закончилось. И вот-вот-вот, скоро совсем он уже на пороге находится. Видите, между мирами. Вот этот переходный такой у него сейчас момент, когда прошлое уже закончилось. И вот-вот он выйдет в новое, хорошее. Наверное, да. Вы, наверное, его послали с миром. Вот он в мир выходит скоро. Но будет все хорошо. У него все наладится, все устроится. Так что все отлично. Теперь смотрим вас. Девочки, а посмотрите, вы видите? Вот смотри, две разные карты. Два старших аркана, но они две разные. А вы посмотрите, какой фон одинаковый. Два цвета. Два цвета, вы видите? Практически как будто одно и то же. Здесь женщина нарисована. И здесь женщина нарисована. Только эта женщина в руках ничего не держит, да? А эта женщина держит в руках два кубка. А вот теперь давайте поподробнее. Чем вы так отличаетесь? И чем вы так похожи? Фон одинаковый. Фон одинаковый. Вы тоже в интернете. Этим вы тоже с ним как-то, знаете, подходите. Или вы тоже на расстоянии от него. Может быть, вы тоже в интернете работаете. И вы такой человек очень более занятой, чем он. И вы более эмоциональный, чем он. Он как-то пытается сбросить вот эти все эмоции из себя, обнулиться, выйти в новое, откреститься, наверное, от вас, да? И зажить новой жизнью. Прекрасный причем. Вы же в свою сторону, ну, тоже как-то пытаетесь себя усмирить. Конечно, вам более, наверное, тяжело, потому что вы женщина. Вы, ну, более как-то восприимчивая эмоционально ко всему. Ну, и в отношениях с ним, наверное, тоже переживаете что-то. Но вы что-то даете в этот мир. Он не отдает. Он не знает, как получить. Видите? Он не знает, как это с руками, да? Вот как это взять сверху. А вы отдаете, вы кубки, вы разливаете воду. Старший Аркан, кстати, звезда, имеет прямое отношение к Водолею. А Водолей у нас всегда льет воду. Вот льет воду, отдавая что-то в этот мир. Он наливает воду в этот мир, значит, отдает. У вас свои планы, у вас сейчас свои мечты. Возможно, вы, ну, устроите свое будущее, может быть, уже без него. Как-то по-другому, иначе. В общем, вы тут, вы даже на друг друга не смотрите, посмотрите. У него голова сюда смотрит, да? Как-то вот ваши сюда. Вы вот так вот разъединены. Но между вами столько общего, у вас тоже фон один вышел. Вы очень должны тонко и, ну, как-то очень хорошо друг друга понимать. Да. Мне кажется, ему сейчас холодно. И вам холодно. Чувства? Ох, 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 ох. Ох, как интересно! Мы можем здесь показывать, что мы такие холодные, как айсберги в океане. Но на самом деле у нас кипят чувства. Потому что нам нужна страсть, нам нужен огонь и драйв. Мы хотим передавать друг другу, как мы желаем, как мы мечтаем и как мы хотим вступить снова в эти отношения. Отсюда, конечно, от вас идет больше посыл. Причем вы себя не стесняетесь, эмоционально показываете, как женщина вот такая роскошная. В одной руке жезл, ну, естественно. В другой руке у вас тут подсолнух, да? Женщина в красном. Вы так прекрасны. Поэтому. Подождите, а зачем вы это показываете ему? Он уже там, понимаете, вы его уже послали там, видать, да? У него какая-то жизнь там новая начинается. Зачем вы ему это показываете, свои чувства? Зачем? Для чего? А потому что вам одиноко? А потому что вы его до сих пор любите? И потому что вы хотите от него семьи и детей? Или у вас уже это все с ним есть? И вы хотите таким образом его вернуть? Потому что он ваш мужчина, он кармический, да? Вот это он, а это вы. И вы хотите света с ним? Вы хотите с ним лебединую любовь? Все, я поняла. Понятно, господи, что хочет женщина? Да, всего того же. Ну что, поехали. Его мысли, чувства, действия. Вот давайте сейчас будем его разбирать по полочке. Наверное, больше вопросов буду задавать ему. Что он вообще хочет? Потому что я так до сих пор не поняла. Он тоже пытается вас забыть, от вас откреститься. Насколько у него это получится? Сейчас посмотрим. Так, его мысли, чувства, действия. Давай. Ага, эгоист. Я такой, меня на таким воспринимать. Как я захочу, так и будет. Да, я тут золотой, просто красавчик. А вы знаете, что... Ой, 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 боже ты мой. Вот если он вам показывает, что он холодный, как айсберг в океане, девочки, это полностью противоположность тому, что он вам показать не может. Потому что образ у него такого айсберга, а внутри у него там просто кипяток, который уже просто пыхтит, уже там свистит. Вот как чайники свистят, которые закипают, вот он уже свистит. У него макушка свистит или там свистит, я не знаю. Он уже скоро готов взорваться. Потому что мужчина вас очень сильно любит. У него очень сильные к вам чувства. Он очень сильно эмоционально к вам привязан. Он никого не видит рядом с собой, только вас. Он хочет к вам вернуться, если у вас уже есть с ним дети, это 100%. Вы его голубка. Вообще, я не знаю, голубь-символ, что у него там с голубем. Я не знаю, может быть, он на татуировку пошел и сделал себе голубя. Или дельфина. Он хорошо вас чувствует. У него очень сильно, кстати, интуиция. А тем более сейчас она даже обострилась, потому что у него зашкаливают эмоции. Он хочет к вам приехать, об этом у него есть мысли. Да, он хочет вернуться к вам. Он хочет вернуться и договорить. Знаете, это тот момент, когда я не договорил, я еще договорю тебе, что-то тебе еще скажу. Знаете, вот бывает. Что-то он еще не прояснил, не выяснил с вами. Вы не должны с ним спорить. Вы, потому что в его глазах императрица. Вы должны молчать и говорить, как женщина. Да, дорогой. Хорошо, дорогой. Потому что он не любит, когда с ним спорят. А вы можете. И даже переспорить его еще там, я не знаю, там, что-то добавить свое. Да, да. А ему это не нравится. Он считает, что ты женщина, твое место на кухне. Конечно. Тише воды, ниже травы. Помалкивай. Главный в доме мужчина. Да, ты должна меня любить. Ты должна меня обожать. Возможно, здесь, кстати, вы его тайная женщина. А может быть, вы жрица. Вы являетесь психологом, торологом, эзотериком. Ведьмой, понимаете? Ведьмой. И вы все прекрасно чувствуете. И он думает, ух, приворожила меня, наверное. Ух, приворожила. Не могу же без нее, а? Не могу. И веревки из меня вьет. Он боится вас потерять. Боится потерять. Боится потерять императрицу и даму кубковую. Любимую женщину и настоящую, истинную. О которой всю жизнь мечтал. О которой всю жизнь думал. Как будто в своих мечтах, мыслях. Да, он вас сексуально хочет. Он вообще привязан к вам. Очень сильно к вам привязан. Причем привязан уже давно. Давно, давно. Да. Потому что он выбрал себе самую лучшую. Вы с ним выросли. Он с вами вырос. Вы с ним преобразились. Вы стали с ним другой. Вы из маленькой девочки. Вот эту девочку. Вот эту девочку он знал тогда, когда вы только познакомились. Вот такой вы были. Красивой такой маленькой девочкой. А потом вы стали вот такой. Понимаете? У вас как будто процесс. Вот у него на глазах произошел вот этот процесс. Вот этой девочки. Вернее, из этой девочки. Становление в эту императрицу. Как она выросла. И я все этапы ее взросления видел. Для него это очень важно. Знаете? Когда у тебя на глазах растет... Ну, как дети растут. Вот так же и вы выросли рядом с ним. Он с вами тоже вырос, кстати. Он тоже вырос. Но он же вспоминает, как все было. Да. Конечно, он растет плохо. Слабо. Потому что вам нужно ему помогать, чтобы он быстрее вырос. А вы, наверное, или помогать не хотите, или уже устали. Он же вам не помогал в том, чтобы вы выросли. Вы же сами выросли. Он просто способствовал этому. Я не знаю. Может быть, он вдохновлял. Может быть, как-то вы рядом с ним себя почувствовали женщиной. Может быть, это первый мужчина ваш. Понимаете? В прямом смысле. Он вас сделал женщиной. Поэтому вы с ним как-то расцвели. А ему нужно помогать, чтобы он стал мужчиной. Он просто так сам расцвести не может. У мужчин немножко по-другому. Это все работает. Да. У них это все постепенно, постепенно. А что надо сделать, чтобы он сам вырос? Он может вообще сам вырасти еще? Конечно, может. Он должен понять только одно, что он старший аркан маг. Он все может. Все в его руках. Четыре стихии дух человека. Пентаграмма. Он может всем владеть в этом мире. Всем. Вот за что он только не возьмется. Он просто должен-то понять. И у него быстро все вырастет. Да, да. Вот что надо у него там уже выросло, девочки. Ему нужно больше работать. Работать над собой. Работать на основной работе. Показывать себя как человека очень важного, ответственного лидера. Не бояться. Не засиживаться. Он так до, я не знаю, до начальника вырастет. Ему нужно быть посмелее. Не бояться. А он так, знаете, я трус. Я боюсь, но я не трус, да? А ему тяжело. Тяжело показать себе, какой он яркий. Тяжело ему о себе заявлять. Ну вот есть же мужчина таки скромный, да? Вот это, наверное, такой скромный. Ему так тяжело прям выбиться. Да. А как говорится, хочешь есть, научишься рыбку ловить. Вот ему тут судьба вечно дает какой-то шанс. Шанс преодолеть трудности, идти вперед зарабатывать. Что делает мужчина мужчиной? Девочки, деньги. Деньги. Правильно? А их нужно уметь зарабатывать. Вот у него все возможности есть. А он все тянется, тянется, тянется. Вот ему вот это все стадии надо пройти, чтобы хорошо заработать. А он пока вот это заработать не может. Он вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. Понимаете? На одной работе. 150 лет. Туда-сюда ездит каждый день. Зарплата на 10 тысяч в месяц. Вот и все. А ты хочешь больше зарабатывать? Окей, возьми все в свои руки. Вот пройди, преодолей все препятствия, заяви о себе, ничего не бойся. Трудись, трудись, и ты будешь зарабатывать вот такие бабки. Не каждый может, правильно? Ладно, поехали дальше. Его мысли, чувства действия о вас. Давайте к вам, все к вам. Так, сейчас ничего не происходит. У него ни с деньгами ничего не происходит по материалке тишина. И с вами ничего не происходит. А что с вами ничего не происходит? Тут-то какие проблемы? Закрытые. Вы внизу в зоне доступа. Знаете, как телефон отвечает? Внизу недоступа, связи нет. Вот вы так же. Ограничение. Все, я поставила точку. Я не хочу, не подходи ко мне. Я обиделась. Конечно. Попробуй только еще напиши. Я тебе так отвечу. Да, да. Вы имеете над ним полную силу и власть. А вот мне теперь интересно, а почему вы... Это что, такая манипуляция женская? Я к себе не подпускаю, но я над тобой имею власть. Это что, такая женская манипуляция? Да. Ну, или еще. А, вы таким образом его стабилизируете, вы таким образом его хотите сподвигнуть к какому-то действию, правильному, верному, серьезному в вашу сторону, чтобы он предложил вам брак, чтобы он предложил вам руку, сердце, понимаете, все остальное. Это вы таким образом его кнутом и пряником воспитываете. Да, я не буду тебе, да, полностью открываться, я не буду больше вкачать тебя энергией, я не буду больше тебе ни в чем признаваться, жить я с тобой не буду там или я с тобой на свидание. Короче, вообще все, я уже ничего не буду до тех пор, пока ты мне серьезно ничего-нибудь не предложишь. Вот, женская тактика здесь. Да. И как он на эту тактику реагирует, мне интересно. Как он на эту тактику реагирует? А у него там еще тестостерон с адреналином. Ну, сразу вверх, понимаете? По шкале Рихтера вверх поднимается, когда вы ему такое тут. Не подходи ко мне. И че? Ну, ничего. Он уже тут вас очень сильно хочет, он уже на все готов и жениться, и детей, и брак, и все. Ну, как интересно. Значит, так и надо, наверное, да? Мужику воспитывать, а? Чтобы быстрее женился. Он готов вам уже предложение сделать, девочки? У вас правильная тактика, я вам скажу. Вы себя правильно ведете. Вы ограничили доступ к себе, вы уже перестали его питать, вы перестали ему давать сладкую свою конфетку. Все, и он тут у него уже сразу, все, все, я готов, я хочу, да, я без нее не могу, я готов жениться, я готов сделать предложение. Потому что я в ней нуждаюсь, потому что я все, я ее люблю. Я люблю, у меня тут, у меня уже тут голуби вылетают, не то, что бабочки в животе. У меня тут уже с моего жезла уже голубь вылетает, как я ее люблю. Потому что сколько можно мне уже тут висеть в подвешенном состоянии? Я же не хочу потом по кондрологу бегать на полшестого постоянно. Нет, я ее хочу, я нормальный, здоровый мужик, я хочу отношения, я хочу эту женщину. Вот у меня сейчас к нему встречный вопрос. Это что, надо было женщину так довести, чтобы она тебя ограничила к себе доступ, что ты потом открылся, что ли, я не пойму? А раньше чего ты, о чем ты думал раньше? Чего ты женщине раньше ничего серьезного не предлагал? А? Почему? Потому что он, видать, бегал туда-сюда. А может быть, вам писал. Милые, прости, в ближайшую пятилетку не приеду, ничего не подарю, да? Вот я только так вот могу тебе написать что-то. Или завтраками кормить, или сердце разбивать, или по бабам бегать. Конечно, конечно, я еще не готов, я ничего серьезного предложить не могу, я тут как бы, может быть, на выборе нахожусь. Да, я только могу звонить, писать. И вы, наверное, поняли, так, дальше так дело не пойдет, нет, так не пойдет. Сейчас я все прекращаю это, больше ни одного слова не напишу. Никаких больше там связей с ним, вообще никаких. Вот тогда он у меня запоет. Он уже поет, девочки. Он уже тут поет. Поет тогда, когда вы уже не хотите. Это надо так женщин довести, что когда уже ты хочешь, а женщина уже не хочет. Это только так мужчины могут доводить женщин. Да. Когда уже женщина башню уже устроила. Все, она сказала, не хочу, чтобы мои глаза тебя больше не видели. Все. Он тут же, милая, прости, прости, милая, я был дураком. Прости, вернись ко мне, пожалуйста, вернись. И что будет дальше? Его действия. Но вы его не простили. Ну, знаете, женская месть, она такая. Это блюдо, которое подается в холодном виде. Поэтому женщина еще, она сказала, что ты у меня еще, ты у меня получишь. Ты у меня еще получишь. По луне. Я тебе еще устрою, куськину мать. Будешь ты меня еще обижать. Мои слезы, мои страдания, мои переживания. Ты за все расплатишься, милый. Я тебя ли по магии накажу. Всажу в тебя луну. Или же я тебя доведу до белого коленя просто. Здесь женщина очень... Не то, что злопамятная. Женщину нельзя обижать. Понимаете? Вот женщину обижать нельзя. Никакую. И не ведьму, и не простую. Нельзя. А здесь женщина уже обижена. Все. И она пока не отомстит. Она пока не укусит, как змея. Понимаешь? Вот она не успокоится. Ей надо уже укусить просто его. И все. Да. Потому что вот такую женщину обижать, ну, это просто грех какой-то. Вот такую красотку. Такую шикарную, с потрясающей интуицией, которая видит тебя насквозь. Девочки, вы на него, наверное, смотрите, как удав на кролика. И когда он так трясется, бедный, врет вам, в глаза смотрит. И ты... А ты... Блин. Ты, вы... Мы все, короче. Я тоже женщина. Я тоже порой смотрю, всегда, знаете, как удав на кролика. И первая мысль. Ну, давай, соври мне. Я сейчас сожру тебя с потрохами. Соври мне только, попробуй. И он, наверное, тоже, как кролик, вот так трясется на вас. А вы, потому что все видите насквозь. И он, когда вам врет, вы, наверное, его и кусаете, наверное, да? Или думаете, ну, все. Тема тебе мало осталась. Вот как можно такой женщине, вот с такими золочеными, я не знаю, воротами, вот обманывать в таком платье? Такая у нее тут птичка на руках, да? Калибрия. Ну, блин, я не знаю. Вот о чем мужики думают, девочки? Я не знаю. Слава богу, что я не мужчина. Слава богу, что я не мужчина. Ой, я бы... Я бы повесил. Есть у меня родители. Родители. Родители родили бы... Ой, я замкнула. Если бы я родилась бы мужчина, я бы застрелилась бы, девочки. Застрелилась. Да. Вот вы считаете, я от жизни должна получать удовольствие, да? Я должна радоваться жизни. Уже у меня все хорошо. Я такая умница, я такая красавица. Я все делаю в жизни правильно. Но почему он меня так унижает? Но почему он меня так не любит? За что? Что я сделала не так? Вы знаете, я с вами полностью согласна, девочки. Поэтому, когда вы будете смотреть на него, как на кролика, сожрите его сразу. Пока он даже слова не скажет. Сожрите его с потрохами уже. Все. Потому что он вас боится. Вы еще на маму его похожи. У него, наверное, плохие еще отношения с мамой. Ой, короче, тут вообще еще та свистопляска с этим мужиком. А вы с него любви хотите? Боже мой, вы еще с ним любви хотите? Да его сожрать надо и все, чтобы одни ушки остались. Умница, красавица, святая. Посмотрите на вас, какая вуаль, вуаль чистоты. Сидит тут, работает с утра до вечера. На отношениях готова работать. На семью готова работать. На основной работе готова работать. Боже ты мой! Че они, мужик? Я бы на вас женился бы, девочки. Сразу женился бы. Будь я мужиком, а? Тут же не женщина. Тут подарок просто. Подарок судьбы. Вот мужики пошли, да? Вот мельчают они все, мельчают. Господи, с кем отношения строите? Вот я тоже не знаю, девочки. Не знаю. Чем дальше, тем хуже. Ладно, что он готов делать там уже, а? Он мне уже злить начинает меня. Что он будет делать в ближайшее время? Выводить вас на эмоции? Он будет на вас смотреть. В интернете любоваться. А вы, наверное, специально такие фотографии, наверное, будете ставить, да? Сексапильные. Где вы там в таком платье, наверное, в декольте красиво, наверное, сидите. Такая вся роскошная, красивая. Он будет вами любоваться в интернете. И все? Все, что он может, что ли? Только любоваться? А дальше? А дальше, дальше. Будет анализировать что-то. Знаете, может быть, какие-то ваши совместные фотографии там рассматривать. Или вас там что-то просматривать, обсуждения какие-то, форумы, может, я не знаю, там, вашу переписку в прошлом будет читать. На каком моменте, где что-то пошло не так. Он будет пытаться разобраться, сделать анализ какой-то. Может быть, какие-то вы ему там фотографии красивые там интимные отправляли. Он все будет на это смотреть. И будет думать, как мне ее вернуть. Как? Господи, а он еще думает, как вернуть. Женщину так просто вернуть. Очень просто. К ней надо просто приехать, и все. Вот просто придача на тебя... Если она тебя как сожрет, как ролика, все равно к ней надо приехать. И все. На расстоянии такие... Вот, вот, вот он сразу с полслова меня понимает. Молодец. Девочки, он к вам будет ехать. Он вам будет ехать. Он будет ехать. А ему, потому что деваться некуда. Все. Он сядет в свою одинокую лодку и приедет. Конечно, и вам что-то предложит. Причем, знаете... Вот еще смотрите, какой тут момент один есть, нюанс. Может быть, не у всех, но у кого-то 100% он сработает. Знаете, почему он сейчас к вам не идет? Возможно, мужчина не свободный. Или у него есть какие-то проблемы материального характера. Например, нету квартиры. Нету там, я не знаю, основной работы. Нету чего-то такого, какого-то фундамента. Он не твердо стоит на ногах. Может быть, поэтому он пока не едет и предложение серьезное не делает. Может быть, он женат или живет с какой-то женщиной. Но там все плохо. Он никак оттуда уйти не может. Хотя давно уже хочет. И вот он ждет, когда там все это устаканится. То есть, работа хорошая будет, деньги пойдут. Или он там квартиру снимет, или квартиру себе купит. Или он там разойдется, расстанется, он останется свободным. И вот тогда он к вам приедет с каким-то предложением. Он вам что-то даст. Он вам что-то предложит. Что-то серьезное. Хотя тут могут быть, знаете, какие моменты. Может быть, вы его не захотите. Вы скажете, что ты мне здесь предлагаешь. Что ты мне предлагаешь здесь? Быть твоей любовницей? Вместе жить с тобой? Без законного брака? Или там, я не знаю, что-то вам, может быть, не понравится. То, что он вам предложит. Да, потому что у вас какие-то планы были наполеоновские. Ему тоже это не совсем нравится. Но это хоть что-то. Понимаете, это хоть что-то. Потом дальше больше. Планы же. Он будет, может быть, вам говорить. Слушай, это пока сейчас так. Давай поживем со мной, там у меня. А потом дальше больше. Мы посмотрим это, да. Как-то будем развивать это. И выйдем во что-то новое. Потому что у меня планы грандиозные. Я должен выйти в мир. Помните, эта карта на него выходила? Старший Аркан мир. Давай выйдем потом куда-то в большее. Да, я там раскручусь. Может быть, я хочу переехать. Где-то там я не... В Испании купить виллу. И мы будем жить с тобой лазурного берега. Но я не знаю. Как-то так, понимаете? Потому что он мечты какие-то здесь у него есть. Да, да. По шуту дураку. Вот он в каких-то мечтах. Там, я не знаю. Он там что-то хочет грандиозное. Знаете, лучше синиться в руках, чем журавль в небе. А у него все. Вот давай там. Вот пока соглашайся на маленькое. А потом мы с тобой выйдем на большее. Да, 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 детка, мы с тобой разбогатеем. Я буду твоим мужчиной. Самое главное иметь собственный сундучок. Да, девочки. Да, он будет вам о чем-то говорить серьезным. Что сейчас, подожди, я там типа бизнес только недавно взял. Я сейчас буду раскручиваться. Я пока не могу тебе там предложение сделать с большим бриллиантовым кольцом в 20 карат. Я пока могу подарить тебе маленькое. Знаете, как-то так. Или я пока снял квартиру, мы будем жить с тобой в съемной квартире. А потом я когда разбогатею сундучок, да, открою ларец с долярами. И все, я куплю большую виллу себе, как я хотел. Да, и ты будешь моей женщиной. А он же видит вам, что вы пентакливая. Вы же там были в девятке пентакли. Вы помните золоченые ворота, я говорила? Он же понимает прекрасно, что вам нужно соответствовать. Он должен быть вашей парой. Вы вот не хотите рядом быть вот с таким. Понимаете, вам пажик рядом не нужен. Это как взрослая мамка с глупым сыном. Вы за это не подписывались. Вам вот этот вариант вообще не устраивает. Он прекрасно это понимает. Что с вами должен быть мужчина, который будет вам соответствовать. Видите? Будет вам соответствовать. Вот пара. Он это прекрасно понимает, что вам нужно соответствовать. Вам маленький пацан какой-то там такой нет. Еще. Да, да, еще. Еще. Еще, 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 еще. Знаете? Да. Он считает, что вы даны ему высшей силой. Вы его женщина по судьбе, которая будет с ним рядом. У него все будет шикарно. Потому что именно вы будете правильно подсказывать. Вы же правильно все в жизни делаете? У вас же все отлично. Правильно? Вы как-то независимы и хорошо устроены. А он немножко из той категории мужчин, которые как-то не очень. Все пытается подняться, у него ничего не получается. Поэтому он считает. Она мне дана судьбой. Она знает. У нее хорошая чуйка. Она же ведьма. Она будет правильно меня направлять. Она будет правильно мне подсказывать. Если что-то... Он где-то даже наивный. Понимаете? Вот он может деньги кому-то в долг давать. Потом пойти в кредиты какие-то влезть. Понимаете? Вот это... Бывает же, мужики, когда дурь какую-то совершат, а потом бегут на помощь. А вы из той категории женщин, которая очень умненькая. Ни кредиты не берет, ни в долг никому не дает. У вас, наверное, там тетрадка какая-то подпольная такая, да? Белая тетрадка, где у вас расходы, доходы, расходы, доходы. Вы знаете, что, куда вы тратите. Вы умненькая. Как министр финансов. Поэтому он это все прекрасно понимает. И он считает, что чтобы я был удачным, чтобы у меня в жизни все было хорошо, чтобы меня никто не наебывал, то есть не обманывал по жизни. Да, потому что я периодически какой-то в тупике... Нахожусь в каком-то тупике. И я не знаю, как правильно мне вести. Брать деньги, не брать деньги. Открывать бизнес, не открыть. То есть мне нужна такая женщина. Мне нужна такая женщина, как она. Министр финансов. Собственной моей квартире. Понимаете? Поэтому она же мне дана судьбой. Это же мой партнер. Он вас считает же по судьбе. Чтобы прям вот, прям знаете, высшая сила прям дала ему такую женщину, как вы. Ага. Да, да, да. И что дальше? Ну, что дальше? Да, вот мы с ней заживем. Да, все в копилочку. Все в дом, как говорится. И буду я императором. С этой женщиной я поднимусь высоко. И буду генеральным директором Газпрома. Наверное, он мечтает, да? Все у меня будет хорошо. Эта женщина будет вкачивать меня энергию. По материалке пойдем мы вверх. Все, что я хочу, я соберу. Я куплю и дом, и царство, и полцарство. И трон золоченый. Конечно. Сколько можно мне ходить в отшельниках? Сколько? Че я постоянно как дурак один и жду ее? Мне надо, мне нужна женщина. Вот без нее, без женщины, я вот такой отшельник. А если я буду с этой женщиной, вот с такой вот, я буду императором. Разница тут есть? Вот смотрите, здесь тоже все прекрасно видно. Тут бедный он на ногах, в темноте, с каким-то светильником, с какой-то палкой. С какой-то палкой. И в какой-то непонятной, здесь я непонятно, какая-то одежда непонятно что просто. Лохмоть какая-то на нем. А теперь смотрите, он тут сидит в кресле. У него тут анг. Анг это защита, да? Символ защиты. Тут у него как бы символ власти, да? Как это называется? Вот он сидит такой весь, посмотрите на этом троне. Красная одежда, красного цвета одежда. Это цвет власти. Вот что добивается этот мужчина, власти. Посмотрите, корона. Корона это тоже, понимаете, знак его власти, величества. Вот что он хочет. Он хочет выйти вот из этого, вот-вот-вот это. И чтобы это у него получилось, ему нужна такая... Да я ее найду сейчас. Я же не могу без этой. И мне нужна для этого вот такая красотулечка. Вот она, вот она. Вся в зеленом, в золотом, в золочеными воротами. Потрясающе просто. Потрясающе. Это он, он так до этого дошел, видите. Долго думал, наверное, да? Что ему для счастья надо. Да, да. Да, а что он сейчас? Он король мечей. Да, обычный работяга такой. Ну, непривередливый. Видно, никем не замеченный. Но он профессионал. Он любит свою работу. Да, он король мечей. Он пока король мечей. Ему вот до этого... Вот до этого. Ему очень далеко. Вот этого очень далеко ему. Он пока обычный король. Вот такой вот. Да. Он хочет по справедливости. Чтоб судьба ему дала вот эту вот власть. Вот такую власть. Ой, ой, да. Потому что пока до вас это не получалось. С другими женщинами это не получалось. Ни с одной женщиной он не смог получить власть. Он с другими женщинами, что у него дошло только до него, да? Кем стать? Это только как королем мечей. Слушайте, у меня здесь такая энергия, меня прям вносит просто волнами здесь. Я не знаю, я всегда очень эмоционально все чувствую. Меня тут волнами вносит. Смотрите какой, да? Вот чего больше всего мужчина хочет. Дайте я сюда поставлю этого красавчика. Да, да. А вы тут кнутом и пряником. Вы только, он даже, видите, он даже не стоит. Ему уже до власти далеко, понимаете? Как мне до Волочковой. Он даже не стоит. А вы его кнутом и пряником... Давай, стой уже, стой. Вы его кнутом и пряником можете только сделать императором. Да, конечно. Потому что он, видите, сколько выбирал, выбирал, выбирал. И выбрал все-таки вас. И он считает, что вы ему даны высшей силы. Вы его ангел-хранитель. Боже ты мой, конечно. Поэтому он с вами проходит жесткую, жесткую просто трепку какую-то. Выяснение отношений, претензий, холод, ограничения, бесконтактность. Я не знаю, там блокировки, разводы. Вообще до хрень всего там, да? Вы его очень жестко прям воспитываете, чтобы он вот стал вот таким. Конечно, и он готов ждать. Он готов ждать, когда уже вот этот росток пойдет вверх. Да, он в ожидании находится. Когда вы уже его вот так по полной вы его сделаете. Когда вы уже на него взглянете, как на этого кролика. Он уже будет трястись вот так. Он вам сдастся просто. Чтобы вы из него уже начали лепить вот этого императора. А вы что, думаете, мужики просто так императорами становятся? Сразу по щелчку в 3.15 что ли? Нет. Просто так ничего в этой жизни не бывает. За каждым императором, сзади него всегда стоит женщина, которая еще мощнее. Она просто этого никогда не показывает. Умная женщина никогда не показывает. Но всегда любого мужика лепит женщина. И чем круче мужик, тем за ним, за его спиной стоит крутая женщина. Это есть, было и так и будет. Никогда в жизни, это просто нереально, это невозможно в практике. Никогда у крутого мужика, такого сильного, мощного, умного, жена какая-нибудь дура. Нет. Это только в анекдотах. Это только в анекдотах. Если баба дура, значит она или любовница, или недавно они познакомились. И если они долго будут в отношениях, он пойдет вниз по наклонной, как, знаете, как камень будет, который просто лететь вниз куда-то в пропасть. Это, я говорю, сто процентов. Это так работает. Только умная, сильная, мудрая, наполненная, насыщенная, грамотная, сильная женщина может из своего мужика сделать императора. По-другому никак не работает система эта. Никак, девочки. Он, видать, это где-то понял. У каких-то психологов наслушался. И понял, блин, ну, я хочу быть императором, все, мне эта баба нужна, да. Вот он поэтому к вам и приедет, готовьтесь. А вы тут правильно, наверное, делаете, что закрываетесь. Вы так и прекрасно и понимаете, что зачем он мне нужен? Вот с ним я мучаюсь, оно мне надо? Я сейчас какого-то себе другого найду и с другого императора буду делать. Какие вообще проблемы? Что, я с ним мучаю? Зачем мне это надо? А если человек не уважает меня, он меня не любит, меня не понимает, меня не ценит. Да, понимаете? А он, нет, 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 вот она мне именно нужна. Ну, какой другой женщине я как дурак такой нужен? Ну, кто со мной еще будет нянькаться? А у нас сейчас женщины умные, никто нянькаться уже действительно не хочет. Сейчас женщины вкладывают только в самих себя. И уже мало таких женщин, которые хотят вообще отношений, которые хотят вообще брака. Таких женщин с каждым годом становится все меньше и меньше. Потому что мужики себя так ведут. Вот такой был расклад. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Самое главное, будьте счастливы. Пусть у вас в личной жизни все будет хорошо. Пусть все наладится. С ним или без него вообще уже не важно. Я вас всех люблю, как всегда. Всех просто сумасшедшие обожаю. У меня самые любимые. И до скорых встреч. Спасибо. Спасибо.